Турецкая женщина Турецкая женщина Гюльсум выхаживает молодого человека из России, который в 2008 году попал под машину на трассе Анталия-Серик. Люди не верят мне, удивляются, но главное – любовь. Скажи, мама, мама, скажи, ну скажи, мама, мама. Все это время молодой человек прикован к постели, он ничего не говорит и мало что понимает. Это любовь. Без любви ничего не получается. Вот так, вот так нужно делать. Врачи собирали его тело по частицам. Шансов выжить у него практически не было. У меня в больнице лежала свояченица. Тогда, я помню, привезли мальчика, я посмотрела ему в глаза, и он просил меня – мама, мама, помоги мне. Страшная авария отняла у него не только здоровье, но и прошлое. До сих пор неизвестно настоящее имя этого молодого парка. Турецкое государство помогло мне оформить опекунство над Умутом. Так я назвала своего мальчика. По-турецки Умут – это надежда. Я почему-то чувствовала, что он русский. Я познакомилась с девушкой из России, и я попросила. Каждое утро я делаю Умуту свежевыжатый апельсиновый сок. Я приучила его к этому. Здесь очень много витамина С, и это необходимо для его иммунитета, чтобы он не болел. В неделю у нас уходит... Вот так втягиваю сок. Он не может в лежачем положении пить. Нужно следить, чтобы не ушло в трахею, иначе могут быть осложнения. Смотрите, ему не нравится. Мимика, видите, какая? Чуть-чуть проливаем. Кислое, кислое, да-да, но это полезно. Открывай ротик, сынок. Это для твоего здоровья, мой сыночек. Люди не верят мне, удивляются. Как ты с этим справляешься? Гульсум мечтает найти русскую семью Умута. Она верит, что встреча с близкими поможет ему быстрее вернуться к полноценной жизни. Но вот свою жизнь без Умута Гульсум уже не представляет. Она боится, что может его потерять. Каждый ее день расписан по минутам. Приготовить Умуту завтрак, накормить, умыть, сделать массаж, поменять памперсы. Не бойтесь больного. Нет ничего постыдного в уходе за ним. В день по 15-20 раз нужно менять памперсы, потому что Умут пьет очень... Аминь. Аминь. Четыре года прошло с момента страшной аварии, после которой Умут стал инвалидом. За это время не появилось никакого поносного дня в жизни этой семьи. За четыре года Умута впервые повезут к морю. Муж Гульсум выносит его на своем плече. Речь Умут заплакал. Наш корреспондент побывала в Турции и пообщалась с Умутом на русском языке. Он действительно реагирует на русскую речь. Брат, как он счастлив. Вместе с ним счастлива и я. Твои глаза, они тоже как это море. Тяжело тебе смотреть на... Грамма Нины Серебренникова. Просим всех внимательно посмотреть на Умута. Возможно, именно вы уже четыре года ищите своего сына, брата или просто дорогого вам человека. Субтитры создавал DimaTorzok. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот доказывая дружбу между Турцией и Россией. И все-таки откуда у вас силы на то, чтобы четыре года каждый день заботиться о русском мальчике? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сложно очень словами объяснить, что я чувствую, потому что, начиная ухаживать за умством, я уповала только на Бога и просила Бога помочь мне и дашь мне сил. Я думаю, что это только Божья помощь помогла мне тогда спасти Его, только моя любовь. Потрясающая какая-то вера. Я впервые в жизни такое вижу. Я даже не могу примерно понять, откуда берутся такие люди. Это святая женщина, ее уже можно, наверное, причистить к лицу святой. Почему? Перед этой святостью, конечно. Я не трудно говорить, скажу честно. Я просто восхищен. И дай Бог нам каждому иметь хотя бы... Вы как режиссер, мне кажется, для вас это просто готовый сценарий для... Пусть Аллах поможет вам и даст вам терпение. И мы все готовы стать перед вами на колени. Вы еще раз нам показали, каким надо быть человеком. Границы. Нет границ в доброте. Спасибо вам большое за ваше сердце. Огромное вам спасибо. И она может так же его ищет и так же горюет. И, Андрей, пользуясь случаем, я хотел бы поцеловать этой женщине ее руки. Почему? Потому что тот труд, который непосредственно она делает, я вам скажу, это очень... Серьезно. Это... Мы очень сильно вам благодарны. А что бы вы сказали? Я вызываю к этой матери, потому что... В Турции есть такая поговорка, что рай находится под ногами матери. Она родила его. Она 9 месяцев носила его в своем чреве. Она растила его. Она дала ему образование. Это такое... Это невыразимое чувство. Я не знаю, как его выразить. Она его выносила. А я... Я его с нуля подняла. Я его выносила, как второго ребенка. Как второй раз родила его, потому что... Спасибо вам большое. Спасибо за тот урок мудрости, терпения, любви и веры. Спасибо. Если вы узнали в этом человеке...